Не кладите же мне, не кладите, астроласковый лавр на виски. Лучше сердце мое разорвите, выноси него звона куски. Читать стихи и прозу Осипа Мандельштама около его памятника стало для жителей Владивостока традицией. Один раз в год, в день рождения поэта, любители его творчества собираются вместе. Чтение произведений Осипа Мандельштама проводят 14-й год подряд, начиная с 2003 года. Именно тогда установили памятник поэту. Кстати, именно этот скульптурный памятник Осипа Мандельштама стал первым в России. 11-классница Алина Капустина участвует в чтениях четвертый год подряд. Говорит, в этот день всегда холодно, будто сама природа скорбит о поэте. На самом деле так или все это фантазии участников неизвестно. Но то, что здесь необыкновенная атмосфера, подтверждают многие. Я, наверное, буду, когда закончу здесь лицей, буду сама приходить и все равно дальше продолжать участвовать в этих чтениях. День рождения Мандельштама до сих пор празднуют по старому стилю – 15 января. В 2017-м отметили 126 лет со дня рождения поэта. Я вот сегодня, прежде чем сюда собираться, проснулся в 7 часов утра, достал томик Мандельштама, такой толстый, воспоминания о нем, критические статьи и стихи пересчитал. Ну, вы знаете, чем старше становишься, тем больше проникается мысль, что да, действительно, это выдающийся поэт. Во Владивостоке Осип Мандельштам был один раз, и так получилось, что для него Приморская столица стала последним городом в жизни. Здесь, на пересыльном пункте, поэт умер от болезни в 1938 году. Каждое утро, идя на работу, я прохожу мимо памятника и говорю «Здравствуй, Осип!» Вот у меня уже так довелось. Я чувствую с ним какую-то свою родственную связь, и эту духовную связь я передаю и своим ученикам, своим студентам. Студенты, любовь преподавателя к поэзии Мандельштама разделяют. И на чтениях некоторые из них не просто озвучили стихотворение поэта, а создали даже концептуальный номер. Наши цепи символизируют те тяжелые обстоятельства, которые был загнан поэт, и как тяжко было, в принципе, поэту. И как цепи душат, и не дают говорить. К памятнику Мандельштама во Владивостоке приходят не только жители приморской столицы, но и гости из других городов. Например, в 2014 году приезжал режиссер Роман Либеров. Он снимал анимационный фильм о поэте, который владивостокские зрители увидели в 2016-м на фестивале «Меридианы Тихого». Саундтреком к картине стало стихотворение Осипа Мандельштама, озвученное группой «Нойзэмси». Ирина Макрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok